Привет, меня зовут Рома Акинфеев, я разработчик REST API Яндекс.Диск. Яндекс.Диск это сервис, который позволяет хранить файлы в облаке и обмениваться ими с любого устройства, подключенного к интернету. Проектируя новый API диск, мы постарались дать разработчикам приложений максимум облегчающих жизнь инструментов. Одним из них стал Polygon. Polygon это интерфейс для тех, кто в жизни придерживается правила, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Он позволяет удобно и быстро разобраться со структурой API и доступнее в нем операциями, не вчитываясь в ворох документации и не имея опыта использования REST API. Polygon представляет собой удобный интерфейс, в котором вы сможете просмотреть подробную информацию о доступных ресурсах API и операциях над ними. Кроме того, Polygon позволяет, не написав ни строчки кода, с помощью удобного интерфейса делать запросы к API и получать ответы. Итак, набираем в браузере api.yandex.ru.disk и переходим на вкладку Polygon. Здесь мы видим поле для ввода вашего OAuth токена и список доступных методов и ресурсов API. Если у вас еще нет отладочного акция стокена, то можно получить его, нажав кнопку «Получить OAuth токен». В списке методов и ресурсов API можно посмотреть краткое описание каждой доступной функции. Если выбрать из списка, например, метод getDiskResources, то откроется подробное описание. Здесь можно посмотреть описание структуры данных, возвращаемое этим методом, и список параметров, которые он принимает. Чтобы отправить запрос в API, достаточно заполнить значения обязательных полей метода и нажать кнопку «Попробовать». Методу getResources необходим параметр path, указывающий путь до ресурса, который мы хотим получить. Если попытаться отправить запрос, не указав обязательные параметры, то Polygon подсветит поля с недостающими данными красным. Допустим, мы хотим получить корневую директорию нашего диска. Для этого введем в поле пас прямой слэш и класть в нем кнопку «Попробовать». В результате мы получим URL, по которому был отправлен запрос. При разработке можно сравнивать их с запросами, сгенерированными в вашем приложении, чтобы избежать или найти ошибки при формировании URL. Дальше мы видим отформатированный ответ API. Кроме JSON, наша новая API поддерживает тип Application HAL plus JSON, который позволяет клиентским приложениям получать те же самые объекты, но с дополнительным полем links, содержащим ссылки на доступные с объектом действия. Эти ссылки можно использовать на клиенте для динамического формирования списка доступных операций над объектом и для динамического получения URL и HTTP метода этих операций. Теперь вы можете самостоятельно попробовать работать с нашим новым API, и если у вас возникнут пожелания или вопросы, напишите нам на почту или в клуб разработчиков.